Вы знаете, вообще сейчас интересная ситуация, пользуясь случаем, я скажу, происходит в российском пропагандистском корпусе. И расколола их не Украина, их расколола армяно-азербайджанская ситуация и израильская, хамасская ситуация. Это потрясающая история. Наверное, люди, которые не вникают в подробности, не знают, но я им это объясню. На процентов 80 российские пропагандисты состоят из представителей двух национальностей – евреев и армян. Значит, все они истово служат власти, евреи и армяне, русские, которые находятся в теле ящиках. Ну, кто это? Давайте с евреев начнем. Соловьев, Сатановский, Кедми, армяне, Симоньян, Шахназаров, Карен, потом Бабаян, Киасаян, Кургинян, наш этот выродок, который там в экранах торчит, Келенкаров. Это армяне. То есть, существует огромная диаспора евреев среди российских пропагандистов и огромная диаспора армян. И вот они массово клянут Украину, осуждают, значит, все, слава Путину, слава яйцам, все замечательно. И тут начинается армяно-азербайджанская история. Они видят, армяне, что Путин, договорившись с Эрдоганом, просто кидает Армению. Они это видят. И в них начинают бороться две вещи. Мы же армяне. Это как бы наша историческая родина, но мы же подданные Путина, мы же большие бабки от него получаем. И они засунули языки в жопу. И сделали вид, у них методичка пришла, что во всем виноват Пашинян. Путин хороший, это Пашинян виноват. Он начал заигрывать с Западом, и в результате вот такое получилось. Поэтому вина на всем Пашиняна. И они эту методичку долбят. Но осадочек остался. Я думаю, что в душе им нехорошо. Ну, если они совсем уже не конченые люди, у которых нет родины. У них все равно историческая родина есть. Армения. Теперь, что касается евреев, этих подонков с Соловьевского пула и так далее. А там взбунтовался один, Сатановский. Это специалист по Востоку, крупный. Чистый русский ватный пропагандист. Антиукраинец. Который у Соловьева, оказывается, пул свой есть, которому он платит. Ну, ему дают там сверху. А у него есть канал, который называется Соловьев Лайв. Дело даже не в этом. Дело в том, что у него есть пул пропагандистов, которые под ним. И которым он платит из того, что ему спускают сверху в государство. И вот Сатановский один из них. И вдруг Сатановский, давай интервью израильскому каналу. А его, он видно, для него Израиль все-таки очень важен. Может он и гражданин Израиля, я не знаю. И вдруг Сатановский начинает произносить вещи, которые, ну, невозможны для российских пропагандистов. Он назвал Захарову, как он сказал, крепко выгибаясь. Я могу почитать блог, у меня есть об этом. Если можно, да. Пожалуйста. Телеведущий Владимир Соловьев, пропагандист Владимир Соловьев извинился перед официальными представителями МИДа Захаровой за слова ведущего своего канала «Соловьев Лайв» Евгения Сатановского, а также пообещал его уволить. Накануне в телеграм-каналах появилось видео, на котором востоковед Евгений Сатановский говорит, что Мария Захарова, цитирует, «В принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может», конец цитаты. Также он назвал ее, цитирую, «сильно выпивающей шмарой», конец цитаты. Вот так прорвалась правда. Сильно выпивающая шмара, которая не любит евреев. В этом же интервью он наехал на Медведева. И дальше что получилось? Соловьев извинился перед Захаровой в бронежилете. Видно, ездит дальше по Украине сейчас, по оккупированной территории. Ну ничего, доездится. Соловьев извинился перед Захаровой и сказал, я его увольняю. Ну очень мягко сказал, что увольняет. И Сатановский сказал в ответ, ну да, ну понятно, очень жаль. То есть я думаю, что они его искусственно куда-то чуть-чуть отодвинут, потом опять возьмут. А вот как Кедми, этот мерзавец, или Кедми, как его правильно называть. Ну он не Кедми, не Кедми. Он Яша Казаков, который был завербован в свое время. КГБ. Казаков или Казаков-разбойников, двойная фамилия. Да, Казаков-разбойников. Таких было, кстати, немало. Евреев, которых вербовали перед поездкой в Израиль на постоянное место жительства. Причем многим из них делали легенды. Мне об этом рассказывали те, кто их вербовали. Поэтому я не просто так говорю, не придумываю, не беру с потолка. Людям делали легенды. Каким образом? Вот говорили, ты приходи в ВАВИР, отдел визорегистрации знаменитый советский, говори, я хочу репатриироваться в Израиль. А в ВАВИРе тебе скажут, нет, мы вас не выпускаем. И будут не выпускать 2-3 года. Ты ходи на пикеты, демонстрации устраивай. Мы тебе создадим образ борца с режимом. Отказняка. Да, 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 так многим делали. А потом под напором Запада мы тебя выпустим. Работаешь с нами. Люди были завербованы таким образом. А вербовали, кстати, при поездке в Израиль многих. Но половина приходила, приезжая в Израиль, и говорила, что меня завербовали. А половина оставалась завербованными. Из них, грубо говоря, половина работала на КГБ дальше. А половина уходила в несознанку. Ну, это так было. Это жизнь. Я вам скажу, в 90-м году, я рассказывал об этом, мне, журналисту, преуспевающему журналисту газеты «Вечерний Киев» позвонили по телефону домой из КГБ. И попросили о встрече. Мы встретились с человеком на метро «Героев Днепра» с КГБ. И он мне говорит, мы очень вас уважаем, вы такой, раз такой, вы такой популярный, тра-та-та. Он мне начал рассказывать. Я уже служил в армии, мне было 22 года. И он мне говорит, вот мы бы хотели вас направить в Израиль. Я говорю, это как? Он говорит, ну, вы бы уехали в Израиль, но работали бы на нас. Я говорю, спасибо, до свидания. Ну, это хорошо, что был 90-й год на улице, и мне вообще противно претило вообще подобное. Но я не знаю, что бы я сказал, если бы это был 71-й год. Я не знаю, если бы мне руки выкручивали, как многим выкручивали. Я же честно говорю, как есть. Поэтому вот этот Яша Казаков, ему создали такую же легенду, завербовали его. И эта скотина после того, как пожила в Израиле, приехала в Москву и выступала постоянно, и, наверное, выступает и сейчас у Соловьева, клянет Украину, Путина поддерживает. Но сейчас его что-то нет. То есть, израильский вопрос, который затронул многих, он и его тоже коснулся. Ведь евреи в Израиле поняли, что Путин помогает Хамасу. А ведь много, достаточно много израильских евреев, которые приехали из стран бывшего Советского Союза, которые были республиками, они поддерживали Путина. Это не секрет. Симпатизирующих Путину было немало в Израиле. Сейчас таких практически не осталось, потому что есть все доказательства, говорящие о том, что Путин поддерживал Хамас в его нападении на Израиль. И даже один из соратников Нетаньяху, который, предсказываю, Нетаньяху мы не увидим во главе Израиля больше никогда, потому что провал, который произошел, за него отвечает лично он. И даже один из ближайших соратников Нетаньяху, из правящей партии Ликут, депутат Кнессета, он сказал, что мы никогда не забудем Путину поддержку Хамаса, мы отомстим ему, мы победим Хамас, потом вооружим Украину, поможем ей победить Путина и увидим это, и отомстим Путину. Вот так он сказал. Поэтому вот такая история. Это мы оттолкнулись от Северной Кореи, видите. Да, о том, что еще звучит в российских телеэфирах, телеэфирах, в интернет-эфирах. В телекефирах. Да. К сожалению, это тоже связано с Израилем. Следующий блок. Я думал, брать его, не брать, но, Дмитрий, я возьму. Хочу, чтобы вы сказали, что это вообще, зачем. Значит, российский ресурс, живой гвоздь, знаете, такой, да? Это, собственно, эхо Москвы, которое позиционирует себя как либеральное средство массовой информации, в этот раз отличился просто дикой, нечеловеческой, антисемитской, анти... вообще человеческой какой-то фразой, и шуткой бы я это не назвал. Ведущая Елизавета Лазерсон. Ещё Лазерсон, значит, в прямом эфире. Не Иванова. Да, значит, в прямом... Но это тоже не делает ей ни чести, не даёт ей право так высказываться. Значит, даже её, значит, и вероятные корни. Значит, она в присутствии Венедиктова, вы помните, да, лучшего друга Пескова, рассказала анекдот, за который Венедиктову пришлось извиняться. Дмитрий, знаете об этом? Я слышал ситуацию, я не слышал анекдот. Ну, тогда я вынужден буду прочитать эту мерзость. Значит, в присутствии Венедиктова она рассказала, и Венедиктов извинялся. Ну, правда, не извинялся не перед хейтерами, которые, значит, вот подняли бучу, значит, а перед теми, у кого погибли дети в Израиле или были взяты в плен. А текст вот этот мерзкий я зачитаю, чтобы зритель тоже понимал, насколько происходит порой расчеловечивание, и это касается не только... не только... но и живого гвоздя. Значит, цитирую. Анекдоты вообще не люблю, но у меня, наверное, любимый. Что общего между вагоном с бетоном и с маленькими еврейскими младенцами мертвыми? Первый нельзя разгружать вилами. Актуалочка, сказала Лазерсон. Ну... У меня слов нет никаких вообще. Ну... Ну, смотрите, я даже сейчас не к самому вот этому тексту. Текст этот отвратителен по своей форме, сути, и не она это придумала. То есть разные вариации анекдотов черного юмора она просто взяла и переделала его, или не она переделала его, значит, подставив словосочетание еврейских детей. Вот. Но зачем она, в принципе, раскрыла свой рот и сложила эти буквы в эти слова? Ну, я не понимаю, как человек, как женщина... Я не знаю. Посмотри, я не знаю. Я ее вообще не знаю. Впервые слышу эту фамилию. Вот. Ну, это... Я не могу слов... Верите, я не могу подобраться. Я не ханжа. Я не ханжа. Я считаю, что юмор может быть разный и пошлый, и черный, но какие-то все-таки грани А должны быть, и Б... Ну, все-таки, ну, надо же быть человеком в какой-то момент. Не-не, это за крайнюю добра и зла вообще. Давайте... Да, я предлагаю тогда не акцентировать. Но я поделился этой болью с вами, а давайте тоже долго ее обсуждать не будем, оставим на вине вот этой актуальной лазерсун. Мы говорили с вами про митинги в России, в которые вы не верите. А вот в Лондоне, например, по данным полиции, около 100 тысяч человек, это данные лондонской полиции, приняли участие в акции в эту субботу вчера в пропалестинской акции. Так она подает это СМИ и, собственно, полиция. 100 тысяч человек вышли, Дмитрий, и это огромное количество людей. Огромное. Вы помните, Майданы наши, когда выходили тысячи, 100 тысяч человек в Лондоне вышло. Насколько это, во-первых, единичный может быть случай в Лондоне, насколько эти митинги могут прокатиться и по другим европейским столицам, и нет ли тут риска, что митинги, значит, пропалестинские могут перерасти уже не в митинги, а в протесты, в поджоге автомобилей. Помните, как когда-то мы видели на улицах Парижа разбитые магазины, поджиженные автомобили. Вот нет ли риска, что сначала митинги в поддержку могут перерасти вот в такие мероприятия, которые будут нести угрозу европейскому порядку? Вы знаете, я человек демократических убеждений, и я за свободу митингов, и за свободу высказываний, и за свободу совести, и за свободу слова. Это для меня приоритеты в жизни вообще. Свобода слова – это то, на чём я вообще стою двумя ногами, крепко. Свобода слова. И это то, из-за чего я ругался со многими большими и чуть поменьше деятелями, в том числе и в Украине. Если люди хотят поддержать палестинцев в любой точке мира, это их право. Если человек хочет выйти на митинг в поддержку Палестины, пожалуйста, пусть выходит. Если человек считает, что палестинцы правы, это его право так считать. Можно сразу и уточняющий вопрос? Поскольку не все востоковеды, и не все глубоко погружены в конфликт, или в военные конфликты Израиля с арабским миром, некорректно же ставить знак «равно» между войной сейчас с Хамасом и Палестиной как таковой. Хамас – террористическая организация, которая пришла к власти сейчас в Палестине путём выборов, кстати, законно. Но Хамас во многих странах мира признан террористической организацией. Смотрите, я никогда не обвиняю народы. Я никогда плохо не скажу ни против одного народа. Будь то зулусы, палестинцы, или китайцы, или кто угодно. Плохих народов нет, я в этом уверен. Есть народы с зашкаливающим количеством негодяев. Вот как русский народ сегодня. Я никогда не скажу, что русские – плохой народ. Я скажу, что в русском народе, я говорю, зашкаливает количество негодяев. И высокая концентрация их у власти. Ну, это святое вообще. То есть сегодня, говоря о палестинцах, я ни в коем случае не буду говорить плохо о народе палестинском рас. Я считаю, что Хамас – это отвратительная, бесчеловечная, позорная организация террористическая, которая в том числе издевается и над самими палестинцами. Просто они этого ещё не понимают, наверное. Есть вопросы и с тем, что, посмотрите, ни одна арабская страна не хочет дать приют палестинскому народу. Никто не хочет принимать у себя палестинцев. Посмотрите, ни Ордания, ни Катар, ни ОАЭ, ни Египет. Никто. Беженцев не хотят принять даже. Посмотрите, как украинских беженцев миллионами приняли, палестинских беженцев братья-арабы принимать не хотят. Почему? Как думаете, почему? Не знаю, это их внутренние отношения. Но сейчас я хочу прочертить чётко линию. Значит, я не имею никакого права говорить о том, что народ палестинский плохой. Нет. Я говорю о том, что палестинские террористы ворвались на территорию Израиля и совершили варварские действия по отношению к мирным жителям. И я решительно осуждаю эту и похожие атаки. И когда с палестинской территории на Израиль летят ракеты, я это осуждаю. И мне больно за израильский народ. Это народ мученик, народ страдалец. Это народ 6 миллионов детей, которого были убиты во время Второй мировой войны. 6 миллионов убиты, замучены, задушены в газовых камерах только за то, что они были евреями. И это важно понимать. И когда говорят, вот Бабий Яр в Киеве, а в чём главная суть Бабьего Яра? Я говорю в том, что 33 тысячи киевских евреев были убиты только за то, что они евреи. Поэтому я решительно осуждаю терроризм Хамаса по отношению к Израилю. Я решительно поддерживаю народ Израиля. Я этого не скрывал и не скрываю и не буду скрывать никогда. Я говорю то, что я думаю. Но я не осуждаю палестинский народ, который я считаю обманут своими же лидерами. Я вообще считаю, что в будущем всё равно мир будет без войн. И всё равно будут жить рядом евреи и палестинцы. Как живут сейчас рядом евреи и египтяне, но были войны, как живут, слушайте, евреи в Германии. Немцы 6 миллионов евреев убили, а евреи в Германии отлично живут. Я бы не смог. Они живут. Поэтому с точки зрения истории, эти годы это даже не песчинка, это ещё меньше. Но очень важно отличать террористов, нелюдей от людей. И в данном случае, конечно, если люди хотят выходить на демонстрации в поддержку Палестины или в поддержку Израиля, пожалуйста, на митинге, пожалуйста. Нельзя заниматься терроризмом, нельзя убивать детей, стариков и молодёжь во время развлекательных акций. Нельзя врываться в дома и убивать всё живое, включая собак. Что это за дикари в 21 веке? Дмитрий, мой вопрос был, нет ли риска, что это может перерасти в такие акции с поджогом автомобилей и разбитыми витринами? Не, но если перерастёт в акции с поджогом автомобилей и разбитыми витринами, нужно брать людей, которые этим будут заниматься и сажать их в тюрьму. Надо соблюдать законы. Конечно, сейчас во всём мире возбуждается искусственная ненависть к евреям, ненависть к Израилю. Ну, естественно. Потому что во всём плохом, что существует в мире, по версии антисемитов, всегда виноваты евреи. Всегда. Если в кране нет воды, дальше потерь. Мы помним. Всегда виноваты евреи во всём.